Девушки отдыхают 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 Твои первые эмоции, когда ты узнал, что ты выиграл? Ну, и я схватился за гол, но я пока не осознал на самом деле. Сначала была радость, а потом понял, что как бы вот… Сейчас меняются пути, ну в смысле, нужно будет готовиться к новым процессам, ну и двигаться дальше, в общем-то как бы в этом плане. Дело в том, что у меня визы-то есть туристические, но я как-то вот оставлял ее уже на последний случай, когда я хотел все-таки как бы выиграть, потому что так мне казалось проще. Казалось проще. Вот, то есть везде есть свои приколы. Вот. Вот, и скорее всего, я так думаю, что… тем более у меня номер с самого начала 6000-й, вот, и как бы есть смысл подавать на… заполнять здесь все анкету вот на грин-карту, на авторею. То есть скорее всего я это буду делать. Ну ты морально готов к перееду в США? Я, да я как бы всегда был готов морально. Хорошо. Сколько тебе лет? 41. 41. Ну смотри, человек 41 готов, как Гагарин Титов. Скажи, а как у тебя с языком дело обстоит? Ну как? Ну у меня… я смотрю, читаю, пишу, ну не знаю, ну по крайней мере у меня как бы он не в активе, вот этот язык. Ну как бы вот… Я понимаю, не разговорный, а технический. То есть грубо говоря, это больше… Ну да, я как бы по IT-то я каждый день сталкиваюсь, но какие-то фильмы смотрю, там читаю много. Ну, кстати говоря, ты айтишник, да, я так помню, мы с тобой общались. Я не говорю особо, я не говорю, но пока… это как бы надо вывести в актив, то есть вот это вот. Ну я как, я тут переписываюсь, у меня есть друзья американцы, иногда разговариваем по Skype. Скажи, а ты айтишник в какой области? Что ты конкретно, вот программирование у тебя, что у тебя сетевое, как бы сетевое направление, что, то есть чем ты занимаешься? Когда получилось, что у меня Linux администрировали. Угу. Вот. Ну вот сейчас вот я вот пытаюсь как бы освоиться с Python и там как бы вот двигаться в направлении Python, Linux. Я понял. То есть, я так понимаю, в США ты планируешь по этой же теме заниматься поиском вакансий, то есть работать себе в этом направлении. Да, да, да. Ну видите, у человека есть активная работа, которая в принципе востребована в США. в США. Я думаю, что Linux администраторы всегда в почете в любой стране. Вот. У тебя опыт работы, кстати говоря, сколько уже? Ну, прям по Linux больше десяти, немножко. А так было 15-16 лет. Ну, приличный как бы экспириенс у тебя. Главное, ты составил только грамотное в своем резюме и можешь даже заранее уже сейчас разместить его. Попробуй на крег-листах вот кинуть эту самую информацию. Ну и, соответственно, посмотри вот эти ведущие американские сайты, которые занимаются предоставлением услуг. Вот работодатели там свои анкеты размещают вакансии и так далее. Я тебе рекомендую не затягивать прямо сейчас заняться активным поиском работы. Потому что пока у тебя... Тогда я думаю, что удаленную найти, потому что я как бы с февраля месяца дома сижу. А тут такое подбавило, надо как-то это, подбираться с мыслями. Хорошо. Еще вопрос. Когда, если тебя одобрят уже как бы после всех этих местных собеседований и всего прочего, куда планируешь перемещаться? Все зависит от как обстоятельства сложатся. Ну, во всяком случае, самый простой это Нью-Йорк. Вот. Потом... Это самая Калифорния. Северная. Понятно. А финансы у тебя... Короче, у тебя очень много денег, что ты собираешься в Нью-Йорк ехать и в Калифорнию тоже у тебя много денег. Вот. Денег мне не совсем не надо. Ну, а как ты планируешь в Нью-Йорке? Представь себе, ты приехал в Нью-Йорк и дальше. Вот. Сейчас вот на эти вопросы надо... Нет, ну как? Похоже. Вот. А как с работой? Ну, там... Как... Как... Как получится? Не знаю. Вообще... Вообще... На это удален какую-нибудь, пока может быть так по работе там. Вот. Либо сразу же туда. Вот. Вот. А... Я понял. Ну, тогда даю тебе совет. Даю такой совет чисто жизненный. А... Забудь про крупные города. Ориентируйся, в первую очередь, на туда ехать, откуда тебе придет возможный ответ о том, что есть работа. Так вот именно. Потому что я как бы вот... Как бы вот на это ориентируюсь, что где работы будут, поэтому я... Я понимаю. Дело в том, что в крупных городах слишком много желающих подать свои анкеты. Слишком много. И шансов у тебя будет осесть гораздо больше. Если ты будешь рассматривать другие города. То есть не самые крупные. И там больше будет у тебя шансов найти работу. При всем при том, что, в принципе говоря, уровень зарплаты на первое время у тебя везде будет одинаковый. Хоть там в Нью-Йорке, хоть, не знаю, там в Денвере, хоть в Чикаго, хоть в Канзасе и так далее. Уровень зарплаты приблизительно плюс-минус будет одинаковый на первое время. Вопрос только трат. Понимаешь? В крупном городе, если у тебя вообще денег нет, ты вылетишь в трубу. И до того, как ты найдешь работу, и до того, как ты встанешь на ноги. Понимаешь? То есть ты очень серьезно рискуешь. Даже если тебя встретят там и на первое время хотя бы на месяц тебя там приютят. Пойми, первый месяц тебя там дадут пожить возможность. Это как бы правило де-факто. То есть люди, которые приглашают людей из приезжающих, как бы иммигрантов новых, они дают возможность месяц пожить бесплатно. Это как бы общепринятая такая норма в Америке. Потом тебе придется за апартаменты и за жилье платить. Вот. И соответственно ты должен быть к этому готов. Если у тебя денег нету, то соответственно ты сам знаешь какие расценки в Нью-Йорке, в крупных городах. Вот только что у меня буквально месяц назад, может быть меньше, было интервью с Эдуардом, который в Нью-Йорке живет. Если хочешь, могу дать его, кстати, контакты. И ты с ним лично можешь пообщаться по поводу вообще жизни в Нью-Йорке. Чтобы ты как бы для себя представлял более четко, что ты подписываешься. И, соответственно, рекомендую подумать о более тихом и спокойном месте. Соответственно, работы айтишниками, куда можно устроиться навалом везде. Даже у нас в городе очень много предложений на айтишные специальности. У нас приезжали, приехали молодые ребята из Ханты-Мансийска пару лет назад. Андрей вот так вот у нас айтишником уже давно работает. Здесь устроился. Две с половиной тысячи долларов ему платят. Платили на старт. Сейчас я не знаю, давно как бы не связывался. Он собирался переходить на более высокую должность. Ему предлагали что-то чуть ли не до пяти тысяч долларов ему предлагали. Я не знаю, давно не общался. Но на две с половиной. Ему на старте предложили айтишникам. Правда, он больше программер, то есть пишет код. Но как бы вот такие вот перспективы. Так что работы навалом везде. Просто смотри на уровень расходов и комфортность проживания. Крупные города, тебе говорю еще раз, выключи вообще из своего списка. Забудьте и про Калифорнию, и про Флориду, и про Нью-Йорк. Просто забудь потому, что просто вылетишь в трубу. Учитывая, что у тебя неразговорный технический язык. Кстати говоря, ты за границей часто бывал? Не очень. Ну не очень. Какие страны? Шенген или все-таки какие-то туристические? Что у тебя? Был Шенген в курсе. Был Шенген, да? Понятно. Но если не часто по заграницам ездил, то есть, соответственно, тоже нужно иметь определенный склад, как бы сказать, характера, чтобы легко адаптироваться в стране, где все говорят на чужом языке. Ну и как бы немножко там по-другому все, чем в России. Так что ты тоже должен это понимать. Ты, кстати, в каком городе сейчас живешь? Сейчас в Нижний Новгород. Нижний Новгород. Ну вот, отлично. Кстати говоря, у нас в Нижний Новгород уже приехало два человека. Вот. В Омаху. Последний там был Игорь. Вот. Тоже выиграл грин карту. Буквально месяц назад он приехал. Вот. Но он, правда, не айтишник. Так что, вот так вот. И люди достаточно быстро нашли работу. Ну, поживем, увидим. Посмотрим, как дальше. Да, поживем, увидим. Держи меня в курсе дела тогда, как у тебя будет получаться подготовка тогда. Ну, а зрителям вот, собственно говоря, живой пример человека, который выиграл грин карту. Вот. Если, как бы, потребуется какая-то информационная помощь от меня, то отпиши. Я тогда тебе контакт скину, там, кого знаю по этой теме. И, соответственно, можешь смело обращаться. Без проблем. Ну, ладно. Спасибо. Ну, вот такое интервью. Всем хорошего всем дня. И удачи, чтобы у вас, если сервер, заработал наконец-то, вот. Чтобы хороший был положительный результат, и вы наконец-то выиграли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok